Ну вот, там предполагаемое строительство по условному заявлению объекта «Ветеранская очередь», Вильямская 8.02. Там ситуация похожая на многие точки в районе Ясенева. Вот разыгранные объекты шаговой доступности, строительство, так сказать, там кафе, как оно заявлено сейчас, детское кафе. Тоже детское. Дети наши в кафе и ресторанах полуторе. Мы с вами уже встречались, говорили, есть понимание того, что жители не очень хотят этого строительства. Сейчас мы отработали на районе Ясенева технологию постановки таких проектов и разрыва инвестконтрактов с инвесторами и решение с ними вопроса, условно назовем так, как предоставление альтернативных участков взамен тех, которые они получили в 2007 году. Есть определенные сложности, о которых я много раз говорил, потому что эти деньги были получены правительством, москвые деньги выплачены там в рамках бюджетных программ правительства. Инвестор имеет на руках документы различной юридической силы, скажем, если говорить об объекте на Литовском 13-12, там у него решение суда, то есть власти города не хотели выдавать ему разрешение на выход, но они такое разрешение получили. В общем, везде ситуация разная, но общее что в этих историях? То, что надо какую-то компенсацию бюджетных средств инвесторам выплачивать, либо предоставлять взаимное какое-то размещение и, что называется, договариваться с ним, чтобы он условия эти принимал. Если нет, то добиваться такого расторжения в судебном порядке. Значит, перспектива по всем объектам, там, как в известном романе Льва Николаевича Толстого, «Все счастливые семьи счастливы одинаковы, а каждая несчастливая, несчастна послойная». Если помните, да, с чего начинался Анна Карина. Все смешалось в Удоме Абонске. Значит, везде каждая история, но, в принципе, по каждой из этих историй я вижу перспективу решения проблем. Мне нужна поддержка жителей по решению вот этих проблем. Для того, чтобы я мог разговаривать с руководителями, принимающими решениями, мне надо показывать, что действительно есть консолидированная позиция жителей по тому или иному объекту. К сожалению, вот, несмотря на, там, эмоциональный окрас, на, так сказать, шум вокруг некоторых объектов, я часто не вижу действительно значительного количества жителей консолидированных вокруг проблемы. И вот, как бы, я приветствую, там, активистов, да, но, к сожалению, часто это одни и те же люди. Правильно, настоящих бойных мало. У нас во власти тоже все, одни и те же люди. Мне интересно, и не только мне, но и руководителям города, интересно позиция очень важного, как коллега назвала, очень важна, да, но очень важна и позиция жителей, которые, так сказать, проживают. Потому что у людей есть право не только на социальную активность, но есть право на социальную пассивность. Известно, что, скажем, протестные мероприятия, они, как правило, мобилизуют людей, да, скажем, тех людей, которые все устраивают, ну, они, как бы, считают все нормально и себя не проиграют. Их позицию нам тоже очень важно знать. Потому что должны получать приоритет те решения, которые поддерживаются большинством жителей, а не наиболее активно. То есть это может быть активное, но меньшинство. Вот как это выглядит? Как понять, что действительно большее количество людей к этой теме относится к позитивным? Поэтому, ну, из жильцов дома, я понял, что Юля, вы одна, да? Ой, Наташа, вы одна, да? Мы сейчас еще подъедем. Вот из жильцов дома, вы одна, да? А мы там против, тоже протестуем. Тоже протестуем. Да, очень хорошо. Нет, просто, у меня в ней в воскресенье корпус 2. Я понял, а мы в этой теме тоже будем заниматься, как бы, и к ней придем. Значит, почему для меня важно, кто жильцов дома, потому что мне нужна будет помощь как раз по выявлению настроений людей. Мы готовы обойтись на подписи, сажать, сажать. Значит, да, самый вот такой работающий инструмент, повторюсь, который мной попробовал, да, это вот подписные листы, где люди действительно обращаются с поддержкой, за поддержкой, с просьбой и так далее. Причем, повторюсь, это количество должно быть, действительно, значительным. Мы, вот если вы видите такой потенциал в жителях района, да, чтобы мы, так сказать, действительно проблему решили, а не рассмешили, да, то есть мы выйдем, но окажется, что там 20 человек против строительства, а там полторы тысячи за то, чтобы строительство имелось. Потому что я знаю, что есть инициативная группа, которая уже, так сказать, не знаю, там, ко мне пока не обращалась, но есть люди, которые говорят, что это как бы хорошо. Да, мы знаем. Знаем, да? Ну, и есть человек, который считается старшим по нашему Думу, и который подписывается в эту группу, и он за этот учебник. Поэтому, еще раз, ну, есть такой принцип, я с этим, на самом деле, сталкиваюсь постоянно. То есть установка скамеечки во дворе, сначала, как бы, просьбы поставим скамеечку, потом просьба ее убрать, потому что там собираются хулиганы, выпивают, курят и громко слушают музыку. Поэтому, повторюсь, готов использовать весь свой ресурс, все возможности, все, как бы, знание процесса, а не только эмоции, но для этого я должен понимать, что нас действительно достаточно много. Потому что для города, повторюсь, это процесс болезненный, разрыва вот имеющихся договоренностей. И тиражирование такое, вот у нас получается, далеко, как бы, не везде в городе получается, тиражирование, как бы, ну, в масштабах города, наверное, это невозможно. Если мы это сделаем, так сказать, вот в районе Ясенева, то тогда мы всем нашим активистам, которые к этому приложили руку, мы тогда поставим им памятник, там, прокрутим... И вам поставим памятник. Нет, не надо, это, как бы, я занимаюсь на этом, на профессиональной основе, а вот, как бы, люди, действительно, тратят свое личное время этим занимаются. Поэтому, повторюсь, перспективу вижу, давайте сейчас сформируем понимание именно по этому объекту. Я попросил своего помощника, вот, Руслан, это тот человек, который будет помогать этой тематикой заниматься. Ну, и, собственно, нам сейчас надо будет подготовить вот тот лист, который мы сможем, как бы, запустить в работу. Да, нам нужно обратиться. Да, и, соответственно, получить вот такой, как бы, опрос, местный опрос. И вообще, я вот, видя, как это работает, я, ну, как бы, думаю о том, что вот тема опросов по месту жительства, она должна получить законодательное закрепление, и такими вещами мы должны оперировать, в том числе, в взаимоотношениях с исполнительной властью, вот, в части принятия решений, различных затрагивающих интересы микрорайона, жителей. А разве законодательно этого давно уже нет? Просто везде идет фальсификация документов. В частности, собрание общих жителей. И оказывается, как будто все жители с восторгом поддержали. А жители знать не знают, пока забор не появляется, и бетонное ограждение. У нас происходило в пятом году, именно так. Мы собирали подписи еще в пятом году. Я в этом не участвовала в те времена, только подпись свою поставила, что я против. А четыре подъезда, которые выходят, у которых непосредственно под окнами эта красота планировалась, они представляли, во что это превратится. В нарушение всех санкининов, всего. Наплевали и растерли. Подпись была номинальная, так называемого старшего поддума, у которого ни один житель дома не знал вообще, что он старший. В один сунгаду знали, что не снесется. Предлагаю, что тогда по этой схеме. Давайте только оговоримся, что будет считаться, так сказать, подписью. То есть жители нашего дома? Нет, нет, конечно, нет. В седьмом доме тоже подпишут. А то, что 13-й, допустим, предпись. Конечно, это будет, наверное, неразумно, если шаблонки, так сказать. А не получится, Александр Григорьевич, вот как нас депутат Чернышева, предупреждала, что одно письмо, один голос. Хоть 200, хоть 300 подписи, это один голос. Ну, пока вы знаете, почему, вот я повторюсь, уже наработана некая технология. Вот то, что у нас было по литовскому 19, да, вот 1205 подписей, это был аргумент. Я понимаю, но это числилось как 1205 подписей, или как один голос, одно письмо. Это как 1205 подписей, если можно. Конечно. Да, Валентин, если можно, чуть попозже, у меня вот встреча тут, в смысле, очень хорошая. Ну, у нас есть 700 подписей, давайте по новой сессии. Повторюсь, опять же, здесь нет какого-то гарантированного решения, да, как там, в аксиоме, или это, ну, по крайней мере, это аргумент, вот когда я общаюсь, да, что вот такое-то количество людей, это серьезно, это... Это не вопрос, но не жители. Это жители района. Александр Малович, да. При этом вот ни нормативно, ни там, понятийно, нет такого, что... Нет, нет, нет. Если 500 подписей, то это мало, а 600 это уже так. Но есть ужас в том, что когда это все уже начато, это уже все. Вот я уже поняла, что не в этой жизни мне увидеть порядок рядом с моим домом, потому что у нас прекращение мест... Да, 7а. Вы увидите скоро. Ничего мы не увидели. Нам уже навязывают это в плане межевания, как придомовая территория. Возьмите. Я говорю, вы соображаете, сколько миллионов стоит рекультиваться этой территории? Спасибо. Вы у нас отняли нашу придомовую территорию. А теперь вы нам пытаетесь сучиться. Вот документы, которые... Здесь вам не было желания, потому что даже размежеванные территории, которые будут отнесены к собственности жильцов какого-то дома, вопросы благоустройства ее будут оставаться за городом. Неизвестно. Как неизвестно. Сегодня как... В жилищном кодексе по-другому написано. Сегодня решили так, а завтра решили по-другому. У нас очень хорошо меняется. У нас какое решение? Ответственному собственнику отремонтированное жилье было. А теперь как? А жители, собственники сами должны все ремонтировать. Как ремонт? Вот у нас дом почти 40 лет. Сами привет. Так или иначе, пока существующий подход состоит в том, что благоустройство всех территорий... Я не знаю, пока, пока. Правильно вы говорите, пока. Нет, про все можно сказать пока. Человеческая жизнь, к сожалению, она тоже... Вы присутствовали наверняка на круглом столе летом, который в июне был 2013 года. Как там было сказано? Ваше же личное я просто видеозапись смотрела. И там было сказано, что в 2011 году 16,5 миллиардов потратил город на благоустройство территорий придомовых. Это безобразие. И пора, чтобы ответственные собственники сами несли время расхода и ухода за собственным, так сказать, имуществом. Поскольку придомовая территория будет собственным имуществом, фамилии не назову. Но в интернете это есть. Я в интернете смотрела. Ну, депутатский круглый столб был. А, депутатский круглый столб был. Да, в городской думы. 26, что ли, июня это было? Может быть. Может быть. Я просто внимательно все это прослушала. И я все поняла, что те налоги, которыми пугают людей, это не только что цветочки, я не знаю, бутончики. А вот что будет, ну, что на придомовой территории. Ну, во-первых, уже, опять же, придомовую территорию объединяют с домом, и общий налог засветят, и будете платить как миленький. Все это мы проходили не один раз. Нет, ну, что мы проходили. У нас налоговая система одна из самых выбиральных в мире. Ой, ой. Вы считаете, у нас высокие налоги? Нет, я считаю, у нас возмутительно тратят налоги. И поэтому эти обороны с людей налоги сейчас будут с ремонтом тоже сходить. Те расчеты, которые ведутся, как бы, ну, вы знаете, во-первых, людям предлагается две формулы территории, меньше и больше. Если есть, как бы, желание, там, получить больше территории, то да. Если меньше, как вы говорите, не хотят люди платить налоги, у них тоже есть такая возможность. Ну, те расчетные суммы, которые сегодня получаются, они говорят нам о тысячах, полутора тысячах рублей налогового платежей в год. Что касается налога на имущество, я, вы пенсионерка, да, получили? Я пенсионерка, у меня освобождение. Подождите, все пенсионеры освобождены. Да, у меня освобождение, а дочь мне платят, дочь, за двухкомнатную квартиру дочь мне. Еще раз, налог на имущество, налог на имущество, налог на имущество, у нас в Москве просто символически, у нас налог на имущество, вот повторюсь, при стоимости квартир, которые исчисляются, вот двухкомнатная квартира, да, она сколько там, метров пятьдесят шесть. Если у человека единственное жилье, ну что, налог на имущество лежит? Нет, секундочку, я просто, вы уже переплатили налогу, говорите, не платили налогу, дочь, дочь, плата на имущество рублей в год за квартиру, стоимость, которая измеряется сотнями тысяч долларов, говорите, что это огромная сумма, начиналась все с семи рублей. И зарплата была, скажем, скажем, она еще, поэтому тогда мы закончили интересный спор, который я понял, он больше для, так сказать, видеопродакшена. Нет, не для видеопродакшена, про стройки, вот возвращаясь к стройкам, что людей никто не спрашивал, всем почему-то земли раздали, причем это те самые земли, которые были прирезаны к дому на момент строительства. Когда надо что-то делать, почему-то приписывается к нашим агрессам, это же площадь, а когда, так сказать, отдается она в пользование посторонним людям, по договорам на 49 лет, я не знаю как, почему-то этих людей даже и не спрашивают. Вот я говорю, из опыта дома, вот это, Владимир 7а, Павелевская, то есть напротив территории, мало того, что людей не спрашивали, уже давно прекращено. В каком году распоряжение правительства было в 9, сейчас у нас какое, в 14, за 5 лет мерзость запустения не изменилась, и все еще вопрос решается. Вы знаете, была такая пословица еще в царские времена, что может стоять дольше всего, вопрос, его как поставят, он стоит и стоит всего. Вот вопросы вот у нас, у меня есть заявление людей по поводу строительства 7-го года, 6-го года. Смысл, все-таки давайте конкретно, о чем, что вы предлагаете? Мы категорически отражаем все против застройки, вплавную к домам, вот этих всех торговых предприятий, их яснее, вы сбываете. Если вы слышали, мы начали разговор с того, что я сейчас всеми этими объектами занимаюсь, конкретно по 7-го, вы не хотите ту территорию, которую прилезают к вашему дому, брать в собственную. Да, ну это ты само собой, да, это правильно, вы сказали все это, когда вы неожидание. Мы будем тогда с вами бороться за то, чтобы территория, опять же, если это консолидированные позиции, все жители ваших домов, не хотят получать максимальную границу, они получат минимальную. Но это персонально надо, в данном случае, в данном случае, вот люди возражают рядом с нами, соседи. Я, например, ходила, и наши люди же ходили, когда вот приезжал тогда... Вы не обо всем договорились, вам не кажется, что это какой-то вопрос? Нет, это все правильно, но мы хотим, чтобы и депутаты лоббировали позицию жителей, а не то, что обещалки нам выдает, ну просто, мы проходили многократно. Конкретно, что вы проходили, что вам обещали, обманули, не сделали? Какой многократно вы проходили? Сейчас скажу, во-первых, по вот этой застройке, у нас много лет, 7А, во-вторых, по благоустройству. Что там, по вот этой застройке депутаты, или конкретно я обещал вам? Нет, конкретно вы не обещали, обращались, вот есть ответ там, обращались к Полееву, вот я знаю. Мне, Галя, все хорошо, просили решить этот вопрос и привести в порядок территорию. Мы пишем каждый раз, у нас совет дома с 11-го года, с весны, с апреля 11-го года. И с этого времени все... Хорошо, давайте, можно ли мы закончим этот вопрос, чтобы я понимал, что мы по... Восьмой, да. Татьяна, поздали, вот мы как... Мы закончили общее время по 8-2, да? А можно, вот, ну, если бы нам сказали... Руслан, вы сейчас сам поговорим, вообще... Тогда вообще вопрос... Еще раз, Илья, потому что, ну... А сейчас как-то удалось вообще, что-то, как подмет на градостроительную комиссию, как вообще-то... Ну, я этот вопрос обсуждаю, вот, ровно так, я вам сказал, да, то есть мы говорим о том, что перспектива имеется, нам надо показать нашу консолидированную позицию, нам надо показать, что это действительно желание жить в ребенке. Потому что, вот, пока, так сказать, действительно позиция, вы видите, здесь, повторюсь, вот, два или три там человека, которые эту схему заявляют, остальные жители... Вы знаете, когда мы ходим и собираем по подъезду подписи, вообще просто ноги кланяются, спасибо вам большое, что вы этим занимаетесь, потому что будем некогда. Но я должна сказать, это очень трудоемкий процесс, ходить по квартирам и собирать по везде. Я предлагаю вам, предлагаю вам делать это не силами жильцов, а силами своих волонтеров, которые будут этим заниматься. Все, вот, как бы, вы сейчас отработаете конференцией, мы будем отрывать. Вот и все, мы стараемся максимально вас, родители, друзья, от несвойственных... Сейчас этот вопрос стоит остро для округа, ну, там были 13-13, мы там ГАЛС, хотя там тоже там, тоже своя история. Ну, вот, как бы, везде, везде все будет нормально, поверьте, по крайней мере, так сказать, есть понимание, как эти вопросы решатся. А Литовский 15-5, вот это вот заброшенное строительство, оно так и будет памятником стоять и разрушаться? Там инвестконтракт 1-100 рублей. Вот, вот, прямо сейчас я вам решения какого-то сказать не могу. Этим надо вопросом заниматься. По 7-2 у меня есть, как бы, больше уже информации и понимания. Я тоже не могу вам это пока озвучивать, потому что, вот, как совершенно справедливо говорит коллега, чтобы это не были пустые слова. Когда я буду видеть, что вопрос имеет перспективу, вопрос имеет решение, я могу там людям что-то помещать, я позицию озвучу. Вот здесь я там, скажем, вижу полоски 2, поэтому я вам говорю, давайте, как бы, этой работой заниматься. Значит, мы считаем, что прописи с ясенем, да? То есть, прописи ясенец, они все действительно будут. А что будет со стройкой, которая около метро, между Тарусской и Нинистогорской? Спасибо большое. Давайте, ну, я же с этим домом, как я редится, вот вы тогда эту тему обсудите. Давайте, если мы будем обсуждать, не хочу быть голословным, не хочу вот наступать в формате митингов, который... Нет, у нас просто есть решение, судов все, уже давно. И что дальше? А ничего дальше, а дальше состоит болото. Давайте, я предлагаю вам, когда... Вот это нас и волнует, что дальше все состоит. Я предлагаю вам провести встречу, когда у меня будет в руках какая-то конкретная развязка по этой ситуации. А пока... Ваши помощники могут списать хотя бы номера документов, чтобы... Давайте мы вообще возьмем копию или... Или сделать копию, у меня, как естественно... У вас есть, пожалуйста, пожалуйста. Вот это все постройки. Мы не знаем все эти объекты. Да весь ужас в том, что знать-то знают, а решаться не решается. Девять лет. Это мало? Потому что проблемы сложные. Проблемы сложные. Мало, можно сказать. Так, ну это вы померите. Мы не хотим... Вильнюска 7А. Владимир. Вильнюска или Батарус. Вильнюска. Вильнюска. Это прямо напротив той территории, которую обсуждали. Заброшенная стройка. И мы боимся, что все... Вильнюска. 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 Инженер. Вильнюска. Вильнюска. Микроэлектроника. Я тогда активистов, я тогда заберу у вас, да, и с ним пока поле. Я к чему? Пойдемте, как технолог, вы понимаете, что есть технологии, есть в этой процессе. Да, и я вижу, как ее нарушают. И есть, скажем, объект, который вызывает голос, который вызывает протест. Сказать просто, что он нам не нравится, и уберите его, это самое простое. Чтобы убрать, надо приложить достаточно большие усилия и приложить технологию для того, чтобы это исчезло. То есть это ошибочное представление, я не думаю, что вы так этот вопрос видите, что пришел глава управы или префект, и завтра все это исчезло. Это достаточно серьезный комплекс гражданско-правовых отношений. Это вопросы ущерба, причиненного там одной и другой стороной. То есть этот клубок надо развязывать. К сожалению, это не решается за один день. У нас есть технологии, давайте по ним двигаться, давайте решать. Вы говорите, надо убрать, давайте, я за то, чтобы убрать. Как вы видите, скажите, как? Еще 30 мая, вот у меня с собой есть, мы выходили. Неярно выходило, а нас выходило. Человек 7-8 нас было, домком. Дома 7-2, как раз только выбранные были, ну и месяц прошел. И в том числе был вот этот вопрос. Мы оставили письменное по этому поводу заявление. Было все обещано. Ну в том числе был вопрос этот. Что было обещано? Что будет решаться этот вопрос. Вопрос о чем? О стройке. В том числе и о стройке. Там было много вопросов. Давайте опять же конкретно. Будет решаться вопрос о стройке. Что будет решаться вопрос о стройке? Ну она была уже остановлена. Остановлена она уже была по суду в шестом году. А дальше шли суды бесконечные. Последние, вот я отдала. 12-й год. В феврале. Решение. Каждая подтверждала, что противозаконно, противозаконно. За это время, значит, расторли этот инвест. Дальше ничего. Была градостроительная комиссия. Все это уже было. Но только дальше-то ничего не двигается. Стоит рваный забор. Вы что 7 человек требовали, да какое было? Почему? Чего вы хотели? Ну там 7 домков рассказали. Ну не важно. А, конечно, чего вы хотели? Приведение в порядок всего этого. Безобразие. Приведение в порядок. То есть вы что хотели? А благоустройство как бы территории, да? Конечно, приведение. Рекультивация территории, испорченной вот этой стройкой. У нас там отрытый котловарь. В нем болото. Ржавые торчат пруты. Недостроенные, то самое, недостроенные. И вам обещали? Ну обещают все время. Вот это фотографии 5-го года. А сейчас еще хуже стало. Хорошо, что вам обещали? И кто обещал? Глава управы. Что все будет заниматься. Я собираюсь, нет. Заниматься он, безусловно, обещал правильно и занимается. Но между как бы согреться и получить результат, я не думаю, что это вообще полномочия главы управы для того, чтобы эту территорию репутивировать. Но, нет, не в этом дело. Но этим надо заниматься и решение какое-то добиться. А не просто так обещать. Я, конечно, понимаю, что обещать не значит жениться. Но каждый раз, каждый раз у нас разговорами все это кончается. Пустыми разговорами. Хотя были решения правительства, были обращения жителей многописных. Жители в суд же не просто так обращались. Жители через суд все это решали. И суд решил в их пользу, арбитражные. Вот. Одно решение суда, другое решение суда. Можно смотреть. Пожалуйста. Вот я почему и говорю. Вот, вот. А ответы все. Как только, так сразу. А конкретно ничего. Написано. Суд установил правительство Москвы. Обратилось в арбитражный суд города Москвы с исковым заявлением о инвестиционной компании о расторжении инвестиционного контракта. То есть это инициатива правительства Москвы о расторжении этого инвестиционного контракта. Обратились сначала жители, а потом уже добились этого. Ходили на приемы на все. Еще при на школе. Потом при саде они. То есть все-таки на ваше обращение реакция и есть. Нет, ну реакция-то есть, а действия окончательного так и нет. Нет, ну это расторжение инвестиционного контракта, поверьте, что это действие. И действие достаточно непростое. Вот обратилось правительство Москвы в суд с расторжением инвестиционного контракта. Это решение от 23 января 2012 года. Потом я смотрю апелляционное решение, да, по сравнению инвестиционной инстанции. То есть ответчик обжаловал это решение. Так обжаловал. Вот я не могу понять, у ответчика есть какие-то, так сказать, обязательства. Любое строительство, когда оно начинается, оно сопровождается какими-то обязательствами. В определенные сроки сделать. И если нарушен договор, значит это основание для разрыва вот этого контракта. Есть основные условия контракта, есть не основные, есть основания, по которым можно расторгнуть, по которым нельзя. Но в любом случае контракт расторгается только в судебном порядке. Либо соглашением сторон. Либо соглашением сторон. Но повторюсь, что любой из инвесторов так просто от своих активов не откажется. И вынудить его уйти. Это большая и серьезная работа, которой надо заниматься. Так же, наверное, как у химико-технолога, чтобы вырастить какую-то, я не знаю, колонию бактерий, надо так положить определенные усилия, чтобы она сформировалась. Давайте, мы в эти решения. Мы уже, да, нет уже, да, нет уже, да, нет уже, да. И вот было распоряжение правительства уже девятого года. Время-то идет, а сдвига-то не видно. Нам каждый раз расскажут, что там оказывается уже дневное патрулирование и уборка идет, хотя ни разу ни в чем. Посмотрите, как у нас тогда график есть. Говорить, что ничего не меняется, я бы не стал. На мой взгляд, изменения достаточно серьезные в городе. По крайней мере, ну, значительное количество людей их получили. Хорошо. Значит, этой ситуацией мы тоже будем заниматься, как другими проблемами. Хотелось бы, чтобы всеми, так сказать, вот этими запрошенными стройками, чтобы это в списке шло. Потому что вот я вам хочу сказать, у меня окна не выходят на метро. Но при этом, каждый раз, когда я выхожу из метро, я начинаю вот последними словами крыть власть. Потому что это возмутительно. На протяжении 15 лет это безобразие, вот этот бассейн, который устроен около метро. Кто принимал решение, кто думал, а главное, кто понес ответственность за это. А никто. Вы понимаете, никто не несет ответственность. Те же лица, все то же самое. И в нашем районе, в частности. С такого года, в эти 15 лет, я не думаю, что те же лица. На самом деле, ротация достаточно серьезная. Ну, правильно. За время, пока Собянин мэр сменилось порядка, наверху 90% руководителя, внизу порядка 40% руководителя. Поэтому, говорите, что ротация. Но из той же колодки я вам могу сказать, когда товарищ, например, Челышев, долгие годы здесь сидел. Мы к нему постоянно обращались. В частности, по нашему дому, в данном случае не по стройке, а по состоянию дома. Идет подтопление десятилетия мил. Вот как засыпали речку у нас. А какого года дом строительства? У нас 77-го. Никогда никаких капитальных работ не делали. То есть, все-таки дом построили, не когда Челышев был прикидан? Нет. И подтопление началось тогда? Нет, подтопление началось в 80-х годах, когда засыпали речку. Метро строили, прокладывали, и грунтом просто засыпали речку. Кто тогда был руководителем района, или кто там отвечал за речку? В этот момент не знаю, потому что этой общественной деятельностью не занималась, работала почтовый ящик от и до, и еще немножко. В частности, делали электронные часы, так по две смены работали. Уезжали на три часа и опять, и ночью работали. Достаточно, так сказать, и ответственные, и все. Но это не в этом дело. Спасибо вам. Нет, не в этом дело. Просто с 90-х годов уже этим занимались. И очень часто приходили... Но если с 90-х вы видите, что вот многие проблемы, это наследие даже там... Согласна. ...с советского периода. Но это не значит, что не надо принимать мир. Надо. Вы знаете ведь, какие бешеные суммы выделены были на ЖКХ, вот этот самый вот, госкорпорацию создавший. У них очень хорошие зарплаты. А почему-то на дома не хватало. И не хватает. Вот в наш дом... Вы о какой госкорпорации говорите? А вот по жилищной реформе госкорпорации. Но как, через которую деньги на как-либо шли? Это федеральная структура, да? Федеральная структура, да? Ну, мне сложно комментировать. Не в этом нет. Я просто говорю. Я знаю, на Москву тоже колоссальные деньги отпускались. Неправда. И на Москву ни по одной федеральной программе, даже на развитие метро, ни рубля не пришло. Все, хотя бы в законе определено, что 30% должны идти из федерального бюджета. Все осуществляется только за счет наших с вами налогов и наших бюджетов. Ну, тогда тем более. Мы платим налоги, мы платим квартал. Почему же, например, наш дом постоянно вычеркивается из списков? Нам обещают... Вот у меня тоже, ну вот я не принесла сейчас, список вот такой вот. Вот с 11-го, как мы ставили, с 11-го года мы все время проекты подтопления. На полметра подтопления было. Поставили насосы. Поставили насосы. В 12-м году добивались. И когда очередной раз обращались, что надо делать гидроизоляцию. Да, надо все. Это все тянется. Теперь нам говорят, 15-16-й год. При том, что в 13-м, обещаясь, сначала на 12-й год, потом на 13-й, потом на 14-й. На 14-й нас опять выкинут. Но принято, взяли дома, которые 80-го года и позже строительство, а наши, Кучебуды, каждый раз выкидывали. Какую причину вы идете? А есть дома в худшем состоянии? Просто пишут. У меня просто шлеты есть. А мы с этим не согласны. Вы говорите так, да, как будто вы в это не верите. Не верю. Не верю. Я вам могу сказать, на Инессе Армад, например, все делается, которое построено в космосе. А причина, скажите, какая вы там? Почему таким образом? Видимо, нашли подход. Как везде. У нас везде есть подходы на дистанцию. Я не намекаю, я открытым текстом говорю. Скажите, пожалуйста, на 14-м спектаке подойдемся в следственные комитеты, проверим эти факты. Мы просим об этом с прошлого года. Три депутатских комиссий было муниципального округа, на которых мы это просили. Пишите на меня заявление о известных вам пактах коррупции. Нет, известные пакты коррупции должны проверять. Я считаю, что если на дом, вот наш, 77-го года, два микрорайона, деньги не выделяется, а на 80-х годов выделяются деньги, то если на нашу, я же, квартальную зону, на которую... Жители этого дома дали взятку... Нет, причем тут жители. Там могут не только жители, там могут быть люди, которые надо живут. Много, может быть, вариантов. Я только знаю, что вот у нас еще, значит, это какого-то, 2007-го года. Наши зоны были всю дорогу в планы городских. И до них все не доходили деньги. В прошлом году выделили 2,7 миллиона на нашу межквартальную. Замечайте, сумма 2,7 миллиона. Межквартальная зона, которой пользуются более 20 домов. При этом район, улица Инессарман, уже третий раз выделяются деньги на этот год, знаете сколько? 38 миллионов. При том, что там в полном порядке. Мы сделаем, в марте просто пошли и сделаем фотографии. Состояние прошлогоднее прокладывание дорожек на нашей территории и состояние давней прокладки дорожек там. Кто берет деньги? А я не знаю, это следствие пределы, что еще. Кто берет деньги? Пусть им объясняют. Мы представляем фотографии, что там полный порядок. Вы будете все равно заявить, то есть вас как заявителя там все равно надо допрашивать, чтобы устанавливать факты. То есть какой информации вы располагаете? Ну, значит, какой информации ли я? Еще в те самые 2000 там. 38 миллионов вы говорите. Да, а вот это информация. Они потущены полностью. Нет, они еще. 14-й год, в то время, когда дом подтопляется, десятилетиями. Пожалуйста, эта газета будет с поливейскими. Вот они, 37, 968, 7. При этом, в прошлом году, в такой же газете, Но они, эти деньги похищены, или они, по-настоящему, Они еще, они сейчас выделяются на этом доме. Мы же говорим о чем? Наша версия состоит в том, что некие, так сказать, злоумышленники. Наша версия, да. Наша версия, что существует район, 200 домов. Порядка. На него выделяется денег там столько, да? Вот смотри, это общие суммы. Да, да, да. 4 миллиона, это итоговые суммы. Из этих сумм, ну, примерно, 12 миллионов, то есть, сколько там. В общем, я считала, что эта сумма, вот сейчас в бумагах надо разбираться, Составляет 30% от суммы, выделенной на весь район. На один кусочек. Вот, мне интересно, кто принимает это решение и на каком основании. Там что, люди с другими головами, с другими руками, ногами, с другими квартплатами. Почему? Уже не первый раз, а третий раз, знаете, дом выделяется по вашему. Все эти решения принимаются по нормативам. Есть нормативы, которые определяют сроки реконструкции каждого дома. Я не права, дом, в данном случае это благоустройство. Это благоустройство. Это озеленение, зеленое. Это на пульсах. Нет, извините, он говорит про ремонт дома. А я прав, что? Про ремонт дома, про ремонт дома. В данном случае специально же приняли решение передать все эти полномочиям. Муниципальная власть определяет, на какой объект. Я как бы скуну, там же... Нам интересно, муниципальная власть нам отвечает, что наши просьбы будут учтены при планировании на тринадцатый год, потом на четырнадцатый год. А кончается же вот этим годом. Без двадцати восемь, к сожалению, давайте, коллеги, все-таки я не планировал, что у нас будет этот разговор. Я по времени запланировал, мне надо работать, у меня 20 часов. Сейчас очень важная встреча, вот по всей этой внимании. Может, поможешь, не подожжу? Поэтому рассказать, а не донесу. Давайте, конечно. Я готов специально. На весь район 18 миллионов, а на один кусок 38 из них. Вот смотрите, мне сложно сейчас вам сказать, какими аргументами, руководствами, при принятии решений. Единственное, я знаю, что все эти решения принимаются публично, на муниципальном. Нет, нет. Вы согласны? Нет. Публично, это значит, что, по крайней мере, там присутствует муниципальный депутат. Правильно? При принятии этого решения. Мы, да. Возможно, там тоже обращаются жители в этом районе. Простите, а коррупционная составляющая, вот вы сказали. Объясните, по четырем адресам благоустройства 2013 года жители отказывались подписывать эти самые акты приемки, потому что все было безобразно сделано, были основания, есть акты КУАТИ и так далее. В результате оказалось, что госконтракт подписан. Если часть госконтракт, это уже я знаю еще, как я бухгалтером еще работала. Значит, госконтракт не может считаться выполненным, если часть его не выполнена. Согласны? У нас все. У нас, оказывается, ГУИС работает исключительно замечательно. Удовлетворительная работа. Хотя он представить его задачи. Контракт все-таки был реализован или нет? Нет. Не реализован. Частично не реализован. Мы не заплатили подрядчикам. Почему? Да, как мы не заплатили. Все подписано без нас. Без нас. Ну, так вот. Во-первых, там подписываются обязательно сейчас муниципальные депутаты. Есть там кто-то? Они сами сказали, что-то, кто их нас подписывал. Эти шумы. Потому что, нет, можно же посмотреть это так. А нам не показывают ничего. Мы не можем вытреповать. Мы не можем вытреповать. Давайте помочь. Мы можем подключить контрольно-счетную палату. Мы об этом просим. Парси. Это не проблема. Поэтому спасибо вам большому. Мы об этом просим. Дайте документы контрольщикам и палатам. Спасибо огромное за интересную мою деятельность. Вы можете дать вашу электронную почту? Я вам просто электронную почту скажу. Пожалуйста. РФГДС. Напишите сами, чтобы я не описывалась. А вот на ручке. Нет, электронная почта, на которой это самое. Моя почта, она в этом. Думская офицерская. Это Д? Да, Д27. Дистрикт. 27. Дума. Мосс. Ру. Д27 прямо к вам. Это вот на ваш адрес лично. Поэтому, коллега, проблем много. Мы, в принципе, мы фотографии у нас есть. Такой актив, как вы, я считаю, что мы с вами горсты. Не знаю, не уверенно. Да? Потому что идут отписки, причем уже живые. Ну, как вы хотите, сложно. Сложно. Несоответствующей действительности. Не бывает, а это постоянное явление.